МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Учение свет, а не учение чьих свет и на работу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казахстан, Актау, Кустанай. Я вас люблю. Ас-саляму алейкум. Махачкала, Дагестан. Иркутск, привет. Геленужик, привет. Дагестанки, злодиоск, привет. Кабаревцы, Сочи. Брусская область, привет. Иваново, привет. Благовещенску, привет. Багадан, привет. Владивосток, привет. Друзья, ну что, всем привет. Наконец, это уже второй выпуск, вторая неделя. Мы просмотрели уже целую неделю, что прошло, что было. Мы познакомились с ребятами. Каждый из вас болеет за кого-то. Насколько широкая география, как издалека они приехали. Насколько сильно любят они эту работу. Насколько готовы они обучаться и трансформироваться. Некоторые из них, мастера с огромным стажем, они бросили своих клиентов, которым огромное спасибо именно клиентам за терпение, за то, что они верят и ждут своих мастеров. Мастера бросили своих клиентов на два с половиной месяца для того, чтобы приехать, обучиться и дать наиболее высокое качество работы. Сейчас у нас неделя творческая, неделя рисунка и лепки. Наша задача абстрагироваться полностью вообще от мира парикмахерского искусства и наша задача полностью погрузиться именно в творческую составляющую, в рисунок и лепку. Для того, чтобы мы включили именно тактильные ощущения, для того, чтобы мы начали воспроизводить наши мысли на бумаге, на форме, чтобы потом это переносить на прически. Пишите в комментариях то, что вы думаете о происходящем, за кого вы болеете. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и давайте посмотрим, что будет дальше. Ну, Юра, да, как-то он вообще сильно не спрашивал, а что я вообще взял вопрос. А ну что, а он нам что дал, чтобы согласились сами? Нет, он просто поставит меня в график и звонит, и спрашивает, что в какой-то процесс идёт, а я говорю, да я ещё подумаю, я теперь дам консультацию, я всё расскажу, я всё расскажу. Конечно, я согласилась, я пришла к Юре преподавать. Я думаю, что, может быть, пришло время, когда я уже могу передать свои знания, свои наработки, свои какие-то техники другому поколению, которым это нужно, которые нуждаются в этом. Я являюсь профессиональным художником. Я занимаюсь художественной графикой, настенной росписью, живописью. Занимаюсь профессионально-преподавательской деятельностью. Стараюсь передать свой опыт, свои знания, свои наработки людям, которым это в жизни необходимо. Или которые просто приходят для того, чтобы получить какой-то душевный комфорт. Не, ну тут все так старались, как можно плохие оценки поставить, я не знаю. Профиль, это когда мы видим сбоку, да, как мы говорим. Три четверти, это когда весло немного повёрнуто, и мы видим одну часть полностью, одну вот перспективе. И из-под вот этих самых семечек, из-под ноздрей, выходит скобка, как в математике. Но это я специально говорю об общённой форме, чтобы было понятно, да. Никогда этим не занималась, и попробовала в первый раз сегодня с Женей, поняла, что это глубокое погружение в себя, и думаю, что в дальнейшем я приеду домой, буду этим заниматься. Всем добрый день, Хэнкрафт рулит, сегодня у нас второй день рисования, и наконец-то я поняла, как падает тень. Первый мой шарик в жизни. Колобок. Колобок. Это круто. Очень приятно, что Юра нам дал такую возможность пройвить себя, показать нам, как это работает. У кого самый колобкастый колобок в мире? Интересно, конечно, на самом деле. Столько много интересного нового узнаёшь, и как бы сразу школу вспоминаешь. У нас в школе как бы пытались, уже сколько лет после школы, а так вот, что-то получается, оказывается. Как бы себя видишь по-другому. Оказывается, что ты умеешь рисовать, умеешь держать карандаш и ручку. Ну и работа с формами, и работа с тенями. По-новому начинаешь уже смотреть на объекты. Будем делать общую фотографию. Я вместе со всеми прохожу курс, потому что тоже хочу научиться делать это, чтобы свой мозг выложить на бумагу. Ребята приехали со всех, с разных регионов нашей страны, начиная от Владивостока, заканчивая Кавказом, через Колыму, Иркутск и так далее. Казахстан, ну это вообще, конечно, объемы и просторы нашей страны всегда поражают. Но то, что приезжают со всей страны, что Юру Жданова знает вся страна, это, конечно, удивительные вещи. И если болельщики, скажем так, в их городах болеют за своих ребят, их друзья, знакомые, пусть они их морально поддерживают. Вот он наш лоб, вот они наши брови. Вот это же мы делили для глаз. Ну вот же глаза. Если мы здесь глаза будем, это для чего? Она пустая, остается. И уши на линии бровей, и на линии основания носа. Я тут их рисую. Не мое. Вот, вот сюда. Думаю, для чего это полоса? Вот, а это полоса, которая для глаз. Рисуй, вырисовывай эти. Когда не имеешь об этом представления, не знаешь, что это такое, да еще нарисовать эту самую голову, поэтому я вам буду, я к вам буду снисходительна. Третий день рисования, это реально круто. Вообще, блин, такие эмоции просто. Рисуешь то, что не рисовал вообще никогда. Да, с точки зрения вот патологического подхода, кого бы из ребят... Кого бы вот ты выделила и сказать, что у человека очень хорошие данные с точки зрения вот именно преподавания рисунка? Ну, дело в том, что, в принципе, на самом деле задача стоит трудная. Трудная, потому что ребята никогда не рисовали. И они ошарашены несколько вот этим вот предметом. На третий день лицо-то, а? На третий день лицо, это вообще очень круто. Покажи, покажи. Это что там? Покажи, покажи. Вер, это да, на камеру дальше не будет? Ему поправляли. Мы у маэстро этого. Он в ритмарды еще не вставляет. Да, он слишком туда уехал. Туда уехал. Чего уехал? Поэтому они все стараются, как могут. Ну, вот я бы отметила роман. Роман? Роман, он, видимо, скорее всего, имел опыт рисования. Опыта художника нет, на самом деле. Просто пытался в свое время рисовать. Скетчи, когда ты рисовал. Нравилось рисовать скетчи. Так вот, увлекался. В свободное время успокаивал себе нервы. Нормально. Потому что как-то видно, что он схватывает, понимает, о чем речь, видит, что такое пропорция и так далее. И даже он... В Логовещенск, пишите комментарии, болейте за роман. Это В Логовещенск? Боже мой, вся география страны. Вот это да. Лейла, очень настойчивая девушка. Она прям вот выправилась. Я смотрю, пошла-пошла, стала понимать. Казахстан актау. Юра, без комментариев. Даже я? На самом деле, знаете, я же сижу вместе с ребятами, тоже смотрю, что происходит. И для меня я делаю чуть другой вывод, насколько это действительно завязано с нашей профессией, насколько действительно это актуально. И я просто вообще в восторге от того, что происходит. Потому что реально, когда мы сейчас дальше будем рассказывать про определенные пропорции, вникать уже в суть всей программы, это настолько будет полезно, настолько будет круто, что у меня вот прям мурашки по коже бегут. Ну, им на самом деле, потому что они и попробовали в рисунке штрих, пропорцию увидеть на бумаге. Они попробовали в объеме пластилин, лепка. Это самое главное. Это краеугольный камень их профессии. И вот они этот вот так называемый предмет изучают со всех сторон. Изучают со стороны изобразительного искусства, да, и изучают практически, потрогать, пощупать, порисовать. Конечно, им это важно. Ребят, мы пойдем работать. У нас так получается, что нам придется сократить на два дня программу по рисунке, по лепке. Мы сделаем чуть больше акцента на работу с волосами. Вот, в общем, вы болеете. Пишите комментарии, а мы пойдем работать дальше. Спасибо большое. Ребят, сейчас поставили задачу каждому налепить и вылепить идеальный рост волос, то, как видят ребята этот идеальный рост волос. Посмотрим сейчас, что из этого выйдет, а потом будем действительно изучать идеальный рост, как устроиться. Мне кажется, что у него слишком, по отношению к лобной части, слишком большое макушка. У него и так голова узкая, лицо. Челка тоже узкая, а затылок, наоборот, слишком широкий. И это еще сильнее удлиняет его лицо. Либо увеличить челку, либо снять затылок. Нереально круто. Вообще, я хожу, я для Маши вот берется восторг. И я просто счастлив. Леня! Я реально просто счастлив вообще, что я встретил тебя. Спасибо! И за то, что вообще мы вот это вот сколлаборировали и сделали эту штуку. Мы реально первые, я не знаю, мне кажется, мы первые в мире вообще, кто соединил левку со стрижками. Уверен, что это даст свои плоды. Уверен, что каждый из ребят в этот момент развивается внутри, когда мы будем работать с живыми моделями, с клиентами, с нашими. Это даст свои плоды. И мы увидим результат работы. Мурашки! Ваша задача сегодня реально была, основная задача, научиться как наложить массу на эту форму и как ее выгладить. Мы с вами потом возьмем вот эти вот скребочки и будем этими скребочками конкретно работать с краевыми линиями. То есть, когда вы эти скребочки поменяете на машиночку или на бритву, вы точно так же бритвой будете вырисовывать какую-то пропорцию. Вас ни один человек не сможет сбить с целью. Вы четко будете понимать, что вы должны вырисовывать, что вы должны выстригать и что действительно есть классно и красиво. Пирамида. Каждый вечер с мужем все сваливаются, Как, что, я, вот, ля-ля-ля, ля-ля-ля, таратория, 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 таратория. То есть ядное бы рассказала. И было это, и было так, ау. Ну вот, 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 просто, я даже не знаю, как это слово, но вот подобрать вот это ощущение. Надо, это стало. Ну, типа, вот, когда мечта сбывается, вот, ну, вот такое же чувство. Пока идет подготовка, а так мы будем наносить, ну, предварительно рисунок, ну, типа, хартату, только по пластилину. Кто какой рисовал, сейчас мы возьмем картинки, возьмем вот такой инструмент и будем вырисовывать. Честно говоря, когда шел на курс и дисциплина была, были такие, такие дисциплины были, где лепка, где рисунок, я, честно сказать, всерьез не воспринял это все. И думал, ну есть, есть, пройду и пройду. И прошло время, прошли мы эти дисциплины и, честно говоря, я стал по-другому уже смотреть на это все. Взгляд абсолютно другой уже на прически, на общей стиле. И вот как, ну, в общем, по-другому в обществе, в общем, стал смотреть. Вообще видение другое уже у меня получилось. Получается, что я уже более с профессиональной точки зрения, как бы, да, вот начал смотреть на это все. К всем ребятам привет, особенно начинающим. Мне есть что сказать по этому поводу. Я мастер смоля. И рисование и лепка дают очень большой потенциал внутренний раскрыть. Видеть баланс, видеть гармонию. Я не знаю, что такое золотое сечение, но в дальнейшем мы будем проходить. Юра нам объяснит, что это. Но, по крайней мере, на этих предметах рисования и лепка мне удалось интуитивно почувствовать баланс, гармонию, красоту. Каждый миллиметр имеет огромное значение. И я думаю, что, окунувшись в это творчество, я стала переносить его на будущее моделирование стрижки. Так как я еще не умею стричь. Но в дальнейшем, я думаю, что мне это очень поможет. И у Юры очень грамотно. В школе тут все продумано до мелочей. Рисование, лепка. Сначала кажется, что это абсолютно бесполезные и бессмысленные занятия. Но на самом деле это имеет огромное значение. Ребята, если вы еще в раздумье, куда пойти учиться, то только к Юре однозначно. Конечно, меня переполняют эмоции того, что сегодня, и не сегодня, и на той, и на этой неделе мы проходили рисование. Для меня это, например, было действительно открытием. Я вообще не думала, что я когда-то смогу рисовать. Но благодаря прекрасному, талантливому человеку, это Евгении, за тот талант, который раскрыло во мне, я ей очень благодарна. Наверное, очень многое зависит от преподавателя, как преподаватель преподает. Но мне это было настолько доступно, настолько понятно, я настолько полюбила рисование. Я думаю, я обязательно, придя домой, продолжу. Я найду художника, который будет преподавать. Ребята, это очень нужно. В восторге вообще от самих занятий и от преподавателя тоже. Это видение, в общем, оно как бы, ну, может показаться на первый взгляд, что, может быть, это не нужно на самом деле. Зачем эти уроки рисования? На самом деле это нужно для того, чтобы развивалось видение, развивалась форма, пропорции, опять же, в нашей профессии. И даже, допустим, этих несколько уроков, они все равно дают какое-то направление. И я считаю, что это нужно, это на пользу нам, ну, мне лично, ну, и вообще ребятам, вообще всем людям я рекомендую иногда садиться, брать листок бумаги и что-то рисовать. Это здорово, это классно. Не утомляло, в общем. Уходил, так сказать, в себя и этот, в общем, было здорово, мне очень понравилось. Что лепка, что рисование, это, мне кажется, может, даже я как-то сейчас не осознаю, что это мне в будущем настолько сильно понадобится. Но думаю, что плоды и результаты в общем будут. То есть я понимаю, что это надо, я понимаю, что это дает, но у меня это просто внутри вообще протесты. Я особенно вчера на хайр-тату, эти мелкие волосики, вы вчера не видели? Я просто ревела, сидела, потом смотрю, что у меня уже слезы градами, вышла на улицу, продышалась нормально. Ну, короче, мне тяжело это очень удалось. Но смысл понять, зачем, для чего. В моем возрасте мне это было немного сложно, но и то, видать, все-таки в нас очень много заложено, просто надо вытащить. Лепка – это вообще что-то другое, из мира совсем другого. То ли дело рисовать, я думала, что это трудно, но еще труднее лепить. Это вот ком пластилина, и из него слепить – это, ребята, это нереально круто. Это просто талант, наверное, должен быть, я так думала. Но, опять-таки, если преподает преподаватель, и это правильно доносит, ну, вообще, по-моему, нет невозможного. За все надо браться, просто браться. Вот и все. Попробовали разными инструментами потопить в разных инструментах. Я сначала предоставлюсь слову Лене, что ты думаешь обо всем случившемся, как тебе, ребята, какие ты им напутствия дашь, ну, вообще, собственно. Сколько, наверное, клеток потеряно? Да не потеряно, а восстановлено. Восстановлено. Меня не покидает надежда на то, что кто-нибудь из вас все-таки купит себе пластилин. Может быть, не пластилин, а какие-то другие материалы. Принесет в свою жизнь какое-то разнообразие. По поводу того, что происходило у нас с вами все эти пять дней, я доволен, я рад за вас в первую очередь. И я не ожидал. Поэтому, Леня, будешь с нами на следующей группе? Да, конечно. Ребята, я, зритель уважаемый, для вас хочу сказать, что следующая группа Handcraft Masters состоится. Следующий курс 15 января стартует он. И преподаватели уже по рисунке, по лепке будут те же самые. У нас все здорово и классно. Пока ощущение просто огонь. Ну, по крайней мере, у меня. Ребята, я так понимаю, по отзывам тоже так же. Это нереально круто. Мы будем только мощнее становиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!